Здравствуйте, это итоги Голоса Америки с Юлией Савченко из Вашингтона. И в сегодняшнем выпуске смотрите. Тактика экстремальной войны. Чего опасается Большая Семерка в свете планирующегося наступления Украины? И почему Путин приехал на фронт без Шойгу и Герасимова? Наказание без преступления. Приговор Владимиру Карамурзе как диагноз российскому праву применению. А также военный призыв в России. Не спрятаться, не скрыться. Электронные повестки российским гражданам. Кто поражен призывом, кто поражен в правах. И планирует ли Кремль новую мобилизацию. Все это в ближайшие полчаса в нашем эфире. Итак, о тактике экстремальной войны, к которой российское руководство может прибегнуть в случае успеха планирующегося украинского наступления, предупредили представители британского правительства в ходе переговоров министров иностранных дел Большой Семерки, состоявшихся на этой неделе в Японии. По сообщениям британской Guardian, на саммите прозвучали предупреждения о готовности Владимира Путина использовать, цитата, все оставшиеся подручные средства от ядерных угроз до кибератак в ответ на ожидающееся контрнаступление украинских войск. Примечательно, что ранее, вслитых в США в сеть секретных данных Пентагона, называлась предполагаемая дата контрнаступления 30 апреля. Газета Washington Post, анализировавшая наряду с другими изданиями массив ушедших в интернет документов, также сообщала о мрачной оценке американской разведки и перспектив наступления ВСУ. Под грифом «совершенно секретно» спецслужбы США спрогнозировали, что наступление приведет, цитата, к скромным территориальным приобретениям для Украины. Прокомментировать развитие событий на фоне продолжающегося разбора полетов, связанных с утечками, я попросила бригадного генерала армии США в отставке бывшего военного атташе посольства США в России Питера Звака. Да, это было досадное разглашение данных, но я не думаю, что этот случай представляет собой смертельную угрозу для Украины, Соединенных Штатов или их союзников. Ничего из того, что там было написано, меня не удивило. Несмотря на более оптимистичную официальную позицию Соединенных Штатов, было много предостерегающих и менее оптимистично звучащих сообщений о предстоящем наступлении Украины, как конфиденциальных, так и в открытом доступе. Поэтому я думаю, что и это пройдет. Дело в том, что продолжающаяся российская агрессия в Украине сильно осложняет возможности для других свободомыслящих стран отойти в сторону и не поддерживать борьбу свободомыслящей Украины за суверенитет своего государства. Да, произошло недоразумение с утечками, и это нехорошо. Но мы открыто об этом говорим. Я думаю, что мы это переживем. Сейчас наше внимание должно быть сосредоточено на том, что произойдет в ближайший месяц-полтора, что произойдет в битве за Бахмут и во время вероятного украинского контрнаступления. Питер, в последние несколько недель мы уже много раз обсуждали битву за Бахмут и сообщения, поступающие из России и Украины на этот счет, которые часто противоречат друг другу. Насколько важно то, что будет происходить в Бахмуте в ближайшие несколько недель, на ваш взгляд? Битва за Бахмут во многом напоминает битву при Вердене между Францией и Германией во время Первой мировой войны. Она стала символом, который значительно превосходит тактическую ценность этой битвы. Это настоящая битва на истощение, и поэтому она настолько кровопролитная. Преимущество в этой битве переходит от одной стороны к другой. Нам казалось, что русские с большим трудом но вытянут эту битву в начале зимы, но украинцы решили оказывать сопротивление, которое длится уже около двух месяцев. Сейчас наступила усталость из-за того, что Россия продолжает отправлять туда как новых людей, так и боеприпасы. И создается впечатление, что украинцы больше ценят жизни своих солдат, чем русские. Поэтому битва продолжается, но для этого требуется огромное количество российских ресурсов, которые могли быть использованы в других сражениях. И, конечно, эта битва требует большого количества хороших украинских бойцов, но, возможно, они хотят протянуть время перед контрнаступлением. Таким образом, Бахмут пока держится, но неизвестно, какой процент его еще не был захвачен. Российские войска понесли там очень большие потери. Я думаю, что эта битва станет поворотным моментом как для украинских, так и для российских войск. И, наконец, битва за Бахмут и другие прилегающие города привела к тому, что начался нездоровый для режима Путина диалог между Евгением Пригожиным, главой ЧВК «Вагнер» и другими олигархами и генералами, которые публично ведут под коверную борьбу. Что еще раз подтверждает, что в Кремле есть серьезные проблемы. Но нельзя отрицать очевидного. У России много солдат, и они ведут себя решительно. При этом, если российские войска возьмут Бахмут, для украинцев это не будет смертельно. Они вернут своих бойцов на другие позиции. Этот город не имеет решающего значения. Но, как я уже говорил, сама битва является символом. А пока поставки боеприпасов и военной техники продолжают поступать в Украину, но времени осталось в обрез. Питер, на этой неделе появилась информация о том, что Владимир Путин с редким визитом посетил штаб военной группировки Днепр, недалеко от линии фронта. Российский президент поехал в Херсонскую область без Сергея Шойгу и генерала Валерия Герасимова. На видеокадрах, которые распространил Кремль, мы видели, как Путин общался с командующими на местах и просил их делиться своим мнением о динамике происходящего в зоне боевых действий. Что вы можете сказать об этой поездке Путина и как можно интерпретировать тот факт, что главнокомандующий поехал общаться с армией без своих главных военачальников? Да, он поехал в Херсон и посетил штаб группировки войск Днепр на Херсонском направлении. Мы видели, как Путин там общался, в частности, с генерал-полковником Михаилом Теплинским. Это командующий воздушно-десантными войсками, и он пользуется большим уважением в своих войсках. Тот факт, что министр обороны Сергей Шойгу с Путиным не поехал, очень необычен. Насколько я помню, это вторая большая поездка Путина на фронт. В прошлом месяце он, наконец, посетил Мариуполь. Путин сейчас, мне кажется, был просто вынужден поехать в зону боевых действий, особенно глядя на то, как Владимир Зеленский посещает свои войска практически каждую неделю или две. Путин должен был поехать, потому что это его война. Юлия, это война Путина. Он должен ездить туда и мотивировать не только свои войска, но и своих командиров. Они сейчас перегруппировались, и их у России много. Возможно, они не так хороши, как украинские, но факт остается фактом. Путин должен был показаться на фронте и в символическом плане убедиться в том, что его войска стоят под флагом Кремля. Экс-военное атташе посольства США в России Питер Звак. Специально для итогов. Тем временем российское руководство в последние дни значительно упростило постановку граждан под флаги военного призыва. Госдума в стремительном порядке проголосовала за закон о цифровизации воинского учета, согласно которому, в частности, вводится новый способ рассылки повесток в армию заказным письмом или через портал госуслуги. Электронная повестка отныне будет считаться врученной с момента размещения в личном кабинете гражданина, подлежащего призыву. О том, означает ли новшество подготовку к новой волне мобилизации в России, я спрашивала политолога Анатолия Левина. Создается впечатление, что да, как минимум, они хотят подать об этом сильный сигнал Западу. Как известно, есть информация о том, что российские войска несут огромные потери, особенно их элитные подразделения. Им нужны новые люди. Уже давно понятно, что Путин и российское правительство готовятся к очень длительной войне, для которой им придется призвать всех имеющихся в России резервистов. Но возникает вопрос о том, насколько сильную негативную реакцию это может вызвать в российском обществе. Естественно, что такие действия очень непопулярны среди российской молодежи. С другой стороны, контроль российского правительства над политической сферой и средствами массовой информации очень силен. Мы наблюдали, как Государственная Дума проголосовала за электронные повестки единогласно. Это означает, что со стороны российской элиты не будет никакой негативной реакции. Посмотрим, поднимется ли недовольство среди населения. Это будет также зависеть от того, как будут развиваться события на полях сражений в Украине. Если российской армии удастся отразить украинское наступление, это усилит позиции Путина. Но если Россия потерпит поражение, как при отступлении из Херсона или в восточной части Харькова в прошлом году, это может нанести очень сильный удар по режиму Путина. Пока неизвестно, к каким последствиям это может привести, но понятно, что Путин будет стараться делать все возможное, чтобы избежать или кардинальным образом переломить такую ситуацию. Мнение Анатолия Ливина о юридические аспекты принятия Госдумы и законодательства о цифровизации воинского учета я попросила прокомментировать юриста Екатерину Мишину. В российском парламенте законопроект может лежать и тикать как бомба с часовым механизмом очень долго. И вот всякую гадость, простите, которую туда иногда вносят и потом из рукава достают, ее там могут хранить годами. И ведь проект поправок к данному закону, он появился аж в 2018 году, то есть достаточно давно. А дальше уже все развивалось, как будто Государственная Дума принимала участие в соревнованиях на спринтерский забег, потому что за 37 минут они приняли во втором и третьем чтении эти поправки, которые разрослись до 58 страниц внезапно, и депутатам практически не дали времени, и очень многие жаловались на это. Но они пожаловались, а потом все-таки дело свое сделали, потому что, знаете, все люди, всем хочется продолжать государственную Думу посчитать, а от этого им происходит всякое радость и удовольствие. В чем, конечно, ужас вот этих вот поправок об электронных повестках, и главное, что о едином электронном реестре. Этот реестр никто еще не видел, и когда он появится, неизвестно. А прелесть данных поправок, в кавычках, заключается в том, что теперь гражданин Российской Федерации, он лишен возможности отказаться от повестки. То есть теперь не тушкой-то к чучелам, государство тебя найдет. Повестка будет считаться врученной, либо если она отправляется заказным путем, либо с момента появления в личном кабинете гражданина на госуслугах, либо в течение недели после помещения ее в данном электронном реестре. И вот возникает вопрос, вот дорогие товарищи, которые на охотном ряду, вот вы продолжаете все-таки утверждать, что у нас правовое государство. Вот правовое государство, оно подразумевает возможность гражданина ознакомиться с законом, и в частности ознакомиться с приездом. У гражданина сейчас такой возможности нет. Понять, когда он будет создан, пока возможности не представляется. И, в общем, не могу, конечно, не отметить, что вот с чем российская власть справляется превосходно, так это с реализацией знаменитой максимума Салтыкова щедрена, что российская власть должна держать свой народ в состоянии постоянного изумления. То есть изумление, оно просто не проходит. И огромная часть населения, то есть все военные объекты, ибо данные электронной повестки, они предназначены не только для тех, кто может подвижать мобилизации для всех военных. Огромная часть населения, она оказывается в перспективе поражена в правах. Вы посмотрите, если человек закрыл свой кабинет на госуслугах, все равно повестка будет считаться доставленной. Если у человека никогда не было кабинета на госуслугах, повестка появилась в этом реестре, и она все равно считается доставленной. И ужас состоит в том, что после того, как данная повестка возникла, и она считается доставленной гражданину, этот гражданин не сможет управлять транспортным средством, совершать сделки с недвижимостью, ему в тот же день запрещается выезд за пределы Российской Федерации. То есть сразу же нарушается ряд основополагающих конституционных прав граждан. Знаете, я не буду цитировать уже многократно процитированный тезис о скотстве данной новой нормы с законами Третьего Рейха, когда запрещалось евреям управлять транспортными средствами, но это просто беспрецедентно в мировом масштабе. Это просто беспрецедентно в мировом масштабе. И огромная категория граждан, она оказывается гражданами, которые после появления их повесток окажутся пораженными права. Государство, оно у нас традиционно гражданина не уважает, но сейчас оно его не уважает открыто. И оно говорит, ты должен идти меня защищать. Я за это не просто не буду тебе указать. Если ты попробуешь уклониться от этого, я тебе обрублю все возможности. Ты не сможешь ни машину продать, ни за руль сесть, ни квартирой своей распорядиться, не говоря уже о том, чтобы покинуть пределы меня, твоей любимой родине. И еще о превратностях закона творчества и права применения в России. Госдума накануне одобрила законопроект, позволяющий назначать пожизненные сроки заключения за госизмену. Статья о госизмене входила в совокупность статей, по которым в начале недели Мосгорсудом было вынесено обвинение по делу оппозиционного политика Владимира Карамурзы. Он получил 25 лет колонии строгого режима. Приговор осудили международные организации и диппредставительства разных стран в России. Посол США в России Лин Трейси назвала его признаком ужасных репрессий. После сделанных заявлений Трейси вместе с послами Великобритании и Канады вызвали в российский МИД, где предъявили претензии во вмешательстве во внутренние дела России. А я о юридической стороне приговора Владимиру Карамурзе и сигналах, которые этот приговор посылает российской оппозиции, спрашивала Андрея Солдатова и Екатерина Мишина. Знаете, Юля, очень непростая задача давать правовую оценку неправовому решению органа судебной власти. Потому что это неправовое решение, вынесенное на основе совершенно возмутительных трех статей Уголовного кодекса Российской Федерации. Значит, две из этих статей это такой типичный продукт нормотворчества путинского времени. Это статья о фейках, так называемых. Это один из первых сюрпризов, которые преподнесло гражданам начало специальной военной операции, так называемой. Статья о нежелательной организации это вообще оксюморон с точки зрения уголовного права, потому что если мы посмотрим вообще на историю появления этой статьи, мы увидим, что это была поправка к федеральному закону о воздействии на лиц, нарушающих права и свободы граждан Российской Федерации. То есть, как именно, скажем, Вильсон Центр, Чаттем Хаус, Трансперенс Интернешнл нарушают права российских граждан, для меня так загадкой и осталось. Но когда мы открываем статью этого закона, мы уже видим, что там речь идет не на каких-то российских гражданах, а посягательство на основу конституционного устроя Российской Федерации, это первая глава Конституции. И вот здесь вот все внимание, что называется, на мои руки. А у Генеральной прокуратуры, которая, собственно, по согласованию с Министерством иностранных дел принимает решение о включении того или иной организации в перечень нежелательных, чья деятельность нежелательна на территории Российской Федерации, у нее очень расплывчатые основания для вынесения такого решения. То есть фактически законодатель создал нормативную основу для произвола правоприменителя. Вот это чудовищно совершенно. И третье, но на самом деле в части как бы срока наказания самое страшное, это, конечно, статья государственной измене. Статья 275. Потому что изменена она была в ноябре 2012 года. Это то время, когда нам объясняли, что у нас президентом страны является Дмитрий Медведев, во что мы, конечно же, все верили. И то, что было сделано в тот момент, это нарушает вообще все основы правового государства, которым Россия является в соответствии с Конституцией 93-го года. То есть в главный уголовный закон страны, уголовный кодекс, была включена статья абсолютно растяжима, которая, во-первых, ранее закрепленная в уголовном кодексе внешнюю угрозу безопасности Российской Федерации трансформировала просто в угрозу, то есть она может быть и внутренняя. А кто у нас решает, какая-то угроза, это тоже остается за кадром. Во-вторых, она сформулирована так, что можно привлечь к ответственности фактически любого человека, фактически за любое деяние, которое так или иначе вовлекает в себя, ну, как это сейчас бы сказали, иностранный элемент. То есть, скажем, вот если я иду по улице Тверской города Москвы, и мне навстречу идет сотрудник посольства, скажем, Исландии, да, вот у меня подружка работает в посольстве Исландии, и она мне говорит, слушай, а как ты считаешь, вот как мне пройти вот на такую-то улицу? Я объясняю. И в данный момент я оказываю консультационную услугу представителю иностранного государства, да, потому что это то, что может быть истолковано правоприменителем как угодно. Вот эти вот три статьи, да, три черных коня, три черных коня, которые увезли дорогого Владимира Карамурзу в общем, место отбывания наказания, они фантастически по, во-первых, своему неправовому характеру, во-вторых, они с точки зрения уголовного права не выдерживают никакой кредиты. И в-третьих, что немаловажно, посмотрите, кто у нас был судья. Судья – это фигурант списка Макницкого, а список Макницкого – это то дело, которому Владимир Карамурза посвятил огромное количество времени, и это увенчалось успехом. То есть в этом тоже был совершенно конкретный месседж. Вот видишь, чем ты занимался, так вот, мы тебя сейчас за это публично на 25 лет и отправим. Вы сами один из первых, на кого завели уголовное дело о фейках про войну. Сейчас можно сказать, что это стало действенным механизмом для выдавливания, во-первых, людей из России, а во-вторых, для подавления буквально последних голосов, которые могли бы что-то вне соответствия с партийной линией говорить об этой войне. Да, безусловно, так и задумывалось это законодательство, наказывающее за распространение фейк-ньюс о вооруженных силах, потом оказалось, что это касается всех силовых структур, в моем случае это касалось Национальной гвардии ФСБ, хотя дело, в принципе, начиналось с доноса, с рапорта управления собственной безопасности ФСБ. и, конечно, это очень действенный механизм. Во-первых, потому что таким образом можно выдавливать людей из России и это, в общем, то, что происходило. Кроме того, это позволяет оказывать давление на них, даже когда они находятся уже вне территории России. Оказываясь в, собственно, среди разыскиваемых Российской Федерации, ну, как я, например, нахожусь в этом списке, это налагает на меня определенные ограничения. То есть, я не могу ездить в некоторое количество стран, где, например, местные спецслужбы могут слишком активно сотрудничать с российскими спецслужбами, даже если правительство этих стран не так активно это дело поддерживает. Тем не менее, это достаточно высокие риски. Кроме того, конечно же, это очень жесткий сигнал, что, в общем, шансов вернуться не очень много, потому что накладывается еще и ареста ограничения на имущество, которое у тебя оставалось в России. И, безусловно, как только ты оказываешься обвиняемым по такой статье, первое, что люди делают, это избавляться от имущества, что, в общем, тоже обрубает концы. Ну, плюс еще родственники, конечно. То есть, все это, в общем, довольно неприятная история, которая задумана именно для того, чтобы оказывать давление на людей, которые ведут себя активно и заявляют о своей позиции активно, находясь ли в России или, когда они уезжают и остаются за границей, и при этом продолжают, в общем, вести активную общественную деятельность. В этом, собственно, состоит политика в отношении эмиграции, которую мы видим начиная с января, это очень жестко поделить российскую эмиграцию на две части. А тех, кто обладает техническим образованием, прежде всего, это касается людей с техническим образованием, и при этом они остаются политически неактивны, их всяческим образом заманивают. Им обещают защиту от службы в армии, в буквальном смысле обещают бесплатный билет домой, а тем, кто выбрал путь заявлять о своей антивоенной позиции, ну, тем уже как раз грозят все эти меры, включая, там, сейчас идут разговоры о конфискации имущества, идут разговоры о том, что можно следовать примеру Беларуси, где с лета начнет действовать закон, который лишает гражданства. А это тоже проблема, потому что, ну, в общем-то, люди, выезжающие из России, в основном по определению имеют российские паспорта, им надо что-то с этим делать. Андрей Солдатов в нашем эфире и это все, на что хватило времени сегодня. Это итоги Голоса Америки с Юлией Савченко из Вашингтона. Каждые выходные мы на канале Настоящее время и на цифровых платформах Голоса Америки. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова